Это не музыкальный автомат, как можно подумать. Это фотосепаратор. С помощью специальных оптических датчиков он разделяет разные виды семян, орехов, даже минералов и выбрасывает ненужное мощной струей воздуха. Отсюда и странный звук. По тому же принципу работает и новый аппарат для сортировки мусора. Барнаульская компания C-Sort, один из немногих в России производителей подобной техники, начала разработку аппарата еще до начала мусорной реформы. Агрегат сделали с запасом. Особые камеры способны отличить не просто пластик от картона, скажем, а выделить разные типы материала. На создание ушло 15 миллионов рублей собственных средств и год работы. Бизнесмены понимали, будущее мусорной отрасли за сортировкой и переработкой. Захоронения к 2024 году не будет, а будет только утилизация, сжигание и переработка. Причем переработки 60%, значит, утилизация 40%. Депутаты АКЗС признались, первый этап реализации мусорной реформы идет непросто. Это и высокие тарифы в Славгородской зоне и многие другие проблемы, решением которых сейчас занимаются власти. Но депутаты уверены, что уже сегодня необходимо смотреть на шаг вперед. В принципе, сегодня наша мысль, вот в том числе и на предприятии, она технически готова. Поэтому мы сегодня готовы в Российской Федерации, у нас в Алтайском крае изготовить целый комплекс машин. По словам разработчиков, аппарат способен сортировать до 4 тонн одних только пластиковых бутылок в час. Примерно столько их поступает обычно на мусорный полигон за целые сутки. Депутаты и производители надеются, что такие аппараты будут востребованы в Алтайском крае уже в ближайшие годы. А пока, сказали нам, к ним проявило интерес несколько переработчиков из соседних регионов. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.